Минайф Лайф 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 я просто водички я выпью слушайте как ты это придумал макс расскажи я хочу напомнить извините я просто отвык во время отпуска говорить вам вы можете звонить в прямой фирменная флайф по скайпу мы опять вернули skype потому что вы изнасиловали меня в прошлом сезоне и по mail.ru агент конечно же да но соответственно все это было навеяно с запада я ну ты тупо списал американскую да ну а ты как-то на начал в общем смотреть смотрел смотрел показал другу сказал что могу попробовать сделать также и понеслось соответственно у меня уговорил тип давай снимай давай ну ладно хорошо взял камеру друга и пошел поехала и вроде как то я даже не ожидал в общем сколько первый ролик на данный момент или в ответ ну вот ты выложила через месяц там пришла слова я честно говоря не особо наблюдал за не вел какой-то там трекинг как просмотры шли на сейчас там сколько сейчас там уже 6 миллионов первого ролика есть а и реально даже не могу вспомнить сколько он просмотров сразу собрал то есть как-то так парня вы давно вместе ну в смысле работает но по-моему с октября у нас да где-то с октября начали общаться сотрудничество и пригласил макс и говорю слушай чувак у меня есть классная идея давай сделаем классный по порталу дадим возможности людям высказывать свои точки зрения с помощью видеокамеры а у тебя был уже на этом портале что-то не было что вообще не было он вот рождался вот буквально вот появилась идея через три не через три дня я запустил там первую версию сайта карамбы и вот понеслось мы начали запускать один за другим проекты там сто пятьсот вопросов там и другие проекты давайте посмотрим как же а помнишь как все начиналось короткое видео дайте здорово есть тут одно видео старое помните там такой парень толстый говорит повар спрашивает повара ну вот повар спрашивает повара повар какова твоя профессия блять вы слышали когда попоел не понимаю что смешного в этом видео но все мои друзья дико с него угорали а мне хотелось этому парню носок в рот засунуть хотя может у меня какая-то личная неприязнь с полным людям хотя нет я же сам повар только я нихуя не умею поэтому он меня так и злит самый интересный момент видео когда парень начинает дико сам себя угорать ну в общем понятно это все видео наверно кроме меня я видел вчера второй раз а то есть вот все это произошло и начался адский успех как успех 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 не пришел до постепенно пришел то есть знать начали вот и начала развиваться группа да то есть и ты смотришь буквально на счетчик первое время как вот пока не привыкаешь у тебя группа там по 1000 по 2000 человек в этом сутки начинает добавляться потом 5 потом 10 потом 20 15 до то есть вообще боже мой господи сколько откуда такая популярность то есть и она растет и люди начнут как бы начинаешь понимать что люди начинают делиться вот этим им нравится показать покажи другу потом со всех там концов начали писать нам классный шоу у нас есть какие-нибудь скайпы дайте пожалуйста даня здорово даня даня привет да не привет 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 ребята очень приятно вас видеть сегодня нам тебя тоже да ну давай не кокетничай в общем говоря макс у меня к тебе такой вопрос получите продолжение то история с сотрудничеством строим вылевым джонсоном да я пока еще не знаю мы над этим думаем работаем не про вообще пытаемся связаться с ними пока отчет как-то связь может какой-то степени потеряно отдайте нам кусок джонсона с чего все начиналось в американский культуре скитер старт и вот так как с ума на линию а вообще и в райпопорте шоу логинясь а на ливе это ста и милая ксс сама сама горлз лайкет я депутат бич из век и санчей и война в годах маккейдос того как и газета по а вот это не знаю что мы дали но потому что многие участники проектами на это говорят по английски а судя по тому какой успех у проекта сто пятьсот вашей телезрители не говорят на этом языке спасибо могу рассказать у нас есть на карамбе адаптация Рэя Уильяма Джонсона в переводе от студии Кураж Бомбей. Ну, то есть, наверняка все слышали, там, видели сериал «Как я встретил вашу маму», «Теория большого взрыва». Вот этот классный чувак, он реально очень круто переводит. А его слушают, и кто-то смотрит эти адаптированные ролики? Смотрит, смотрит. Как смогут смотреть, если они не врубаются в половину шуток? Потому что эти шутки про Америку и не про Россию. А вот Денис, ну, собственно, человек, который это переводит, он очень классно адаптирует, у него очень много роликов в интернете гуляет и ходит. И он умудряется адаптировать американский юмор специфический под вот нашу специфику российскую. И реально очень смешно переводит. Классные словечки использует. Ну, то есть, реально смеешься. Дань, мы тебя не убираем из эфира, у тебя второй вопрос, насколько я понимаю. Да, у меня есть еще один вопрос. Как вы вот вообще, Каранба ТВ, как она относится вот к данной ситуации конкуренции со «Спасибо Евой»? Ну, да, здесь мне проще ответить. Мы вообще за любую конкуренцию, конкуренция позволяет делать проект лучше. Когда ты смотришь на чужие какие-то шоу, смотришь, как подход, вот что они придумали, что сделали, думаешь, блин, почему я этого не сделал? Я хочу такую же фишку ввести. И вот у нас намечается скоро редизайн Карамбы, у нас будет очень мощный портал, там будет видеохостинг и пользовательские видео и куча всяких фишек для соцсетей. И многие вещей я вот наблюдал у «Спасибо Евы». Они, конечно, в этом плане вообще очень большие молодцы и очень творчески подходят к работе. Ну, на самом деле, спасибо Еве, это сделал Юр Дегтярев своей бандой. Юр, я тебя люблю, надеюсь, ты меня тоже. И вообще он меня ввел когда-то в мир видеовирусов. Первый вирус, который я увидел, российский, один из первых, это был вирус, если ты ненавидишь американцев, приезжай нас закапывать. Вот. Но они работают, смотри, у них на самом деле, у них же большое отличие. Они делают ролики, которые заточены, они считают под американской телевидением, но у них там даже, там довольно много из английского юмора. Они делают такие тонкие простебки, в отличие от вас. Вы делаете, ребят, лобовую историю. То есть мы, когда напивались на первом курсе, мы выключали звук у программы «Время» и матом хуячили, значит, за диктора. Нам всем это дико нравилось, и то же самое исполняете вы, и это тоже всем дико нравится. То есть, судя по... Вы работаете для дебилов. Нет. Нет. Вот самое смешное, мы смотрим вот, ну, аудиторию людей, которые нас... Как ты ее смотришь? Они к тебе домой приходят? Есть статистика, есть общение с живыми людьми. То есть смотрят не только школьники, там, как это принято считать, смотрят банкиры, деловые люди, инвесторы. Смотрят все, но банкиров и деловых людей в России 6 миллионов, к сожалению, не наберется. 6% вот аудитории Карамбы это люди с достатком выше среднего. Я думаю, что это вранье. Я проводил исследование специально. Откуда? Как ты проводил? ТНС Гэллоп. Гэллоп считал это? Гэллоп считал. Ну, ходил по квартирам. А как Гэллоп это считал, скажи по-моему? Это, это, это их абсолютно... Понятно. Понятно. То есть ты не знаешь, как Гэллоп считает? Конечно. Нет, у меня просто вопрос, Макс. Ну, если, ты знаешь, да, вот, я не буду даже это повторять, это, наверное, вечная твоя подъемка, что если убрать весь мат, то твои ролики сократятся там процентов на 70. Ну, по правде, я так не считаю. Не, конечно, бывает, когда какой-то перебор идет, но я всегда стараюсь его лаконично вписывать, чтобы он органично входил. Ну, подожди. Ну, смотри, я на самом деле, я сейчас не собираюсь говорить, что вот, ты очень много материшься, потому что, ну, в моих книгах есть мат, наркотики и все такое прочее, и я был бы, наверное, последним человеком в этой стране, который бы тебе за это предъявлял. У меня вопрос в другом. То есть, в принципе, если мы сейчас посадим фокус-группу из 50 человек, они наверняка будут смеяться в твоих роликах над одними и теми же местами. Ну, я, честно говоря, не знаю, потому что... Ну, как? Вот я смотрел один из своих последних роликов, где чувак, значит, понятно, что чувак, ну, таких дебилов довольно много. Один огурец себе в задницу засовывает и лечит от геморроя, другой трахает дерево. Ну, да. И понятно, что я смеялся ровно над теми же местами, разными способами. Можно сыграть ее тоньше, можно сыграть ее толще. Я не обвиняю в том, что это плохо или хорошо, просто дальше что? Как ты будешь это развивать? Ну, я не знаю, честно говоря, пока вот все, как у меня идет, так и идет. Вот, а так мы пробуем в разные стороны расширять все это, стараться там в каких-то местах попробовать перебрать мата, может быть. Просто, понимаешь, сколько вам сейчас лет? Мне 24 года, вот будет 25. А тебе сколько? 21 год. То есть, понимаешь, что твоя аудитория, она будет расти вместе с тобой. Ну, да. Слушайте, неправильно поставлен вопрос. Почему? Делаем по фану. Это для себя. Ну, да. Это делается для себя, для того, чтобы самим посидеть, поржать, похикать, показать друзьям. Вот ради этого все делается. А то, что люди смотрят, им просто понравилось. Это вот изначально, как бы, и в принципе мы придерживались такой политики, что это не коммерческий проект, откуда нужно все вырезать, замазать, сделать, сделать все красиво, чисто и как на телевидении. Нет. Это проект, который служит тому, чтобы нас развлечь, показать друзьям и чтобы другие люди посмеялись. Слушайте, а на каком юморе вы сами, парни, росли? Я вырос на юморе, не знаю, начиная там всяких мультики в основном. Саутт Парк, Футорама, Симпсоны, Гриффины и прочее. И я не считаю, что там юмор глупый или тупой. Саутт Парк это самый гениальный сериал, который только придумал. А ты что смотрел? Слушайте, я много чего смотрел. И вот это смотрел. Мы поправили еще Барадин и Лесли Нилсон. Да, да, это тоже. В принципе, Петросяна это было в глубоком детстве, а после этого и КВН, и Петросяна. Я думаю, что ваше глубокое детство пришлось уже на позднюю старость Петросяна. Вы как-то разменулись, ребята. Слушай, ну смотри, ты две абсолютно разные вещи сказал. Леслин Нильсон это довольно топорный юмор ниже пояса. Показал жопу, потерял трусы. 90% его фильмов. А тогда как Саутт Парк выстебывает совершенно тонкие моменты американского общества. Потому что там одна из серий, где когда стрельнулась Бритни Спирс, да, и с полголовы ходила. Это на самом деле серия не смешная, а грустная. Но это не все понимают. Я не думаю, что у нее был высокий рейтинг. А говорящая рука с этой самой, как ее зовут, с Джей Ло, это поняли все. Просто, ну, когда ты говоришь, что ты делаешь то, что вам нравится. То есть, вам нравится просто тупо материться в кадре. Ну не тупо материться. В этом есть какой-то смысл. Ну какой в этом? Ну тупо поржать. Тупо поржать и другое. Это развлечение. Давай не тупо поржем. Я понимаю. Юра. Привет. Слушай. А это камикадзов там торчит? Вот камикадзов. Димон, привет. Юр, извини, повтори, пожалуйста, свой вопрос. На вопрос, в принципе, уже почти ответили, но я его еще раз задам, может быть, поподробнее скажем. Макс, после того, как ты стал популярным, ты уже снимаешь как? С оглядкой больше на публику или все-таки это больше творчество для себя? Поначалу это было полностью творчество для себя, ну и для друзей, можно так сказать. Но когда появилось какое-то процент, ну какое-то количество любителей моего шоу, можно так сказать, я все-таки смотрю на их реакцию, на определенные выпуски и беру этого внимание. То есть я открыт к критике и стараюсь исправляться, если что-то неудачно получается. То есть я стараюсь в какие-то моменты потакать аудитории, но при этом не отпуская свое внутреннее такое чутье, которое ради себя делает все. Ю, спасибо. У нас Камикадзе там в углу экрана блещет, дайте, он по-моему из Турции звонит. Мы палим его бабки, если он, конечно, пользуется платом, скажем. Камикадзе. Дай Камикадзе нам в эфир. Добрый вечер. Привет, чувак. Как ты? Здорово, здорово. Я надеюсь, что у меня будет слышно процентов 80 и 100, потому что я периодически пропадаю. То есть, извините, это Турция, Тагил. Ну ты отдыхаешь в плохих местах, чувак. С твоей репутацией, я думал, ты заработал за себя на Хилтон чуть-чуть в Лондоне. Это подъемка. Продолжай. Нет, нет, отлично все. Мы здесь с Сашей, который администратор 100-500 вопросов, и ищет в том числе ролики для Макса. И сейчас спит. Вам привет от него. И привет от меня. Рад видеть Сергея. Рад видеть Аила Орлова. И вот этого парня с тоннелями тоже. Это Варлан. Да, привет, Галик. Че тебе надо-то? Я хотел бы... Че пришел? Вот, вот, че надо? Че включился? Че надо? Хотел бы... Сегодня целый день, может, что мне сказать ценного, и что еще никто никогда...